Друзья, всем большой привет! Первый советский спутник долгое время не давал американцам покоя. В 1958 году журнал Life внезапно написал, что запуск спутника прекрасно обнажает проблему школьного образования в Соединенных Штатах, и что в этой сфере Америка переживает огромный кризис. Школы были переполнены, учителей не хватало, зарплату они получали нищенскую. Со способными учениками никто не занимался, а с бездарями проводили слишком много времени. Стандарты образования также были ужасно низкими. Разумеется, назревал вопрос, а что там у Советского Союза? В итоге все это привело к небольшому эксперименту, в котором участвовал советский школьник Алексей Куцков и американец Стивен Лапекас. Журналистам предстояло провести с ними около месяца и посмотреть, как и чем они живут. Стивен был одиннадцатиклассником в школе Остина. Алексей учился в десятом классе Московской школы номер 49. Стивен представлялся как общительный, с чувством юмора. Алексея же видели трудолюбивым, усердным и не по годам взрослым. Для него оценки в школе были важнее всего остального, происходящего в его жизни. Стивен планировал после школы идти в колледж, но понимал, что успех его жизни зависит не только от этого. Алексей мечтал стать физиком. Американская система образования развивала гибкость ученика и в случае со Стивеном – лидерство. При всей строгости советской системы она вырабатывала в Алексея непреклонность и твердость. Академический Алексей был на два года впереди Стивена. В качестве примера приводилось, что Алексей уже прочел Шекспира и шоу по литературе, в то время как Стивен только закончил читать приключенческую книгу Стивенсона. В аскетичной атмосфере московской школы Алексей проводил шесть насыщенных дней в неделю перед огромным массивом предметов, особенно по техническим специальностям. Советские школы делали упор на науку, но не забывали и про литературу с языками. Учителями Алексея были отличные специалисты, которые держали класс в ежовых рукавицах. После смерти Сталина, как пишет Лайф, все немного расслабились, но дисциплина до сих пор оставалась крайне строгой. Если у ученика были плохие оценки по поведению, ему могли помешать с дальнейшим поступлением в университет. А вне школы Алексей был также решителен. Пять лет он занимался волейболом. Вдобавок ко всему он умел играть в пинг-понг и на пианино. По сравнению с американскими школьниками, у него был пониженный интерес к противоположному полу. Он с интересом поглядывал на свою одноклассницу, но большую часть времени предпочитал проводить со своим лучшим другом. Они часами могли играть в шахматы или ходить на концерты. Наконец, журналисты переходят к жизни Стивена, которую выставляют в некотором расслабленном ключе. Отмечается, что степень погружения в основные предметы гораздо меньше, чем у Алексея. От него не ожидают чего-то сверхъестественного. Он редко читает назначенные книги, ограничиваясь рецензиями. Правда, при этом он проявляет все свои таланты и энергию вне школы. В результате у него не остается достаточного количества времени для усердной учебы. В итоге, по некоторым предметам его оценки посредственны. После школы он любит проводить время с девушкой, на танцах и в бассейне. Журналисты Лайфа делают вполне очевидный вывод, что у американской системы школьного образования огромные проблемы, и она уступает советской. Разумеется, стоит отдавать себе отчет в том, что эта статья не является объективной, и вышла с конкретной задачей показать дыры в образовании Соединенных Штатов. Советская школа 49 была тоже не самой простой. В ней собрался отличный коллектив преподавателей. Да даже когда фотографировали Алексея на обложку, его специально поставили напротив солнца, в результате чего ему пришлось щуриться, и его вид получился весьма грозным. Что и требовалось журналистам – показать серьезных, целеустремленных советских ребят на фоне расслабленных американцев. Что касаемо судьбы школьников, то она у них сложилась в целом хорошо. Алексей, по последней информации, был заместителем гендиректора Норильских авиалиний, а Стивен окончил университет, пять лет служил в армии, воевал во Вьетнаме, после чего 30 лет летал пилотом гражданских авиалиний. Правда, он был немного обижен на лайв, за то, что его, по сути, выставили немного наивным идиотом. Ну, что поделать, пропаганда она такая.